Айны называли это место Натасама, что в переводе – поверхность моря. Японцы на своих картах обозначали его как Нода. Сахалинцы же знают село под названием Чехов. Обо всех этих вехах истории островитянам поведали в областной научной библиотеке. Четыре города были преобразованы в села. Это Лесогорск, Красногорск, как раз таки Чехов и Горнозаводск. И один город Шахтерск, который стал поселком городского типа. Лекцию «Потерянный город. Взгляд в прошлое» села Чехов слушали островные краеведы, постоянные читатели библиотеки и студенты колледжа искусств. Для них встреча прошла вместо открытого урока истории. На самом деле о селе Чехов я знала очень мало. До того момента, пока сама не поступила к нам в колледж, и у меня однокурсница была из этого города. Рассказала она буквально немножко, и вот мы пришли сюда узнать очень побольше информации насчет этого села. Это интересно, это познавательно. Когда мало о чем-то знаешь, всегда хочется узнавать больше. Для областной библиотеки подобные встречи, составляющие регионального проекта «Краеведческие студии». Каждый месяц для сахалинцев проводят лекции о прошлом острова. В этом году упор делают на технические достижения. Связано это с тем, что в России с 2022 года объявлено десятилетие науки и технологий. Этот проект, кроме лекций, подразумевает с прошлого года у нас защищен проект также «Подвигом славы на мои земляки». Сейчас в фонде отдела «Краеведня» находится видеоархив документального кино, а также об истории Сахалинской области. Большой пласт видеофильмов у нас об окончании Второй мировой войны на островах. И также мы будем включать и просмотры этих фильмов с комментариями приглашенных людей. Тем, кто хочет окунуться в прошлое, долго ждать не придется. Следующая лекция в библиотеке пройдет в четверг, 8 февраля. Гостям расскажут о лавинах в Сахалинской области. Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область